Действительно ли астрология и планеты так сильно влияют на нашу жизнь? Например, период садэ сати, когда человек платит за свои кармические долги. Смотрите, друзья, хороший вопрос, благодарю. Значит, на нас влияет все. На нас влияют наши часы, наши гаджеты, которые надо обновлять, наша машина, наша квартира. Можете изучить фэн-шуй. То есть вот даже кран течет, это у некоторых людей. Я вот просто говорю, потому что я занимался фэн-шуем, мне очень нравится это все, до сих пор это все у себя, по крайней мере, делаю. Кран у человека течет, это может свидетельствовать о том, что есть какие-то половые заболевания. То есть дом полностью это олицетворение человека вообще. То есть и такие случаи сталкивались. Ну много случаев, с которыми работали, когда вот мы очищали помещение, работали с ними. Тут целый прямой эфир надо вести про эту тему на самом деле. Что я хотел сказать насчет, допустим, астрологии, нумерологии и так далее. Это великолепные, замечательные знания, которыми на определенном этапе своего развития нужно пользоваться точно так же, как тетахилингом, рейками и расстановками. Но когда вы начинаете дальше изучать тонкий план, начинаете изучать подселение, я об этом не раз говорил в прямых эфирах, сейчас не буду эту тему заводить опять, то вы уже совсем по-другому на все это реагируете. Но вот здесь, когда вопрос стоит, что когда человек платит за свои кармические долги, поймите, у нас нету никаких кармических долгов. Карма есть только у наших убеждений. Все. Если мы в чем-то убеждены, и это убеждение очень категорично, догматично, и оно не пластично, и оно не меняется никак, то есть, то мы платим, получая противоположные какие-то ситуации. Простейший пример. Женщина считает, что мужчина не должен употреблять алкоголь. Понимаете, да, ситуацию? Мужчина будет пить специально, чтобы разрушить ее убеждения. Поэтому, когда я вел семейное консультирование, когда мне это было интересно, то я столкнулся с такой штукой, что в парах мы все, мужчины и женщины, если тут много категорий и догм, и тут мы их должны поразрушать. И все. И когда мы просто принимаем другой человека, вот он такой, ну такой и такой, а я такой, какой я есть. Но приятие любого другого человека происходит только исходя из того, что ты сам себя принимаешь таким, какой ты есть. В принципе, все. Дальше поехали. Продолжение следует...